Именем Союза Советских Социалистических Республик военные коллегии Верховного Суда СССР постановило Козырева Юрия Сергеевича, приговоренного к 15 годам лишения свободы по статьям 58-я часть 2-я и 58-я часть 5-я УК СССР признать невиновным, из-под сража освободить немедленно с восстановлением в гражданских правах и воинских званий. Козырев, ты что ли? Итек. Здорово что ли, пародяга? Ну, что дальше делать собираешься? На римзавод пойду, я там техникам давай на работу. Какой из тебя в бане техник? Ты ж волкодан. А ты Мишку Чалову помнишь? С возвращением нашего божества! Мы же с ним 7 лет за одной портой просидели, как не помнить. Чаловик, вор правильно. Считай, что я трудоустроился. Дови них, не сговоримся. Не твой окадр, извини. Ну, что-то и к нам в органы. А можно. Ну, а почему нельзя? Ведь кто-то должен за справедливость бороться. Ну, давайте попробуем. Давай знакомиться? Ну, давай. Жень, корзина. Слыхал? Это крайне куда угодно пройдет. А ты не верь всему, что люди говорят. Да вот непонятку хочу одну разрулить. Так ведь нет никакой непонятки. Ты вор, я легал. Я просто хочу знать, друг ты мне остался или нет. Ты вор, я не вор, я не вор, я не вор. Да да почему? Да у нас тут вообще все очень непросто. Козырев мужчина серьезный. Вот ты на Козырева все и повесишь. Что за что? Нападение на склад, шесть трупов. Наш сотрудник принял бой, отстреливался. Так, все ясно. Вы поедете с нами. Погодите, товарищи, тут разобраться надо. Ничего, мы сами разберемся. Ты знаешь, какие у них связи в Москве? Это же круговая порука. Да нет, что вы, совсем никакое правило. Вы даже не представляете, во что вы влезли. На фронте-то оно ведь как было? Сразу видно, кто друг этого рака. Ну ты поди разберись.